Большая потеря. В Альметьевске скончалась руководитель общества инвалидов Ляйля Фаязовна Гайфулина. Невосполнимая потеря для всей соцслужбы нашего города, района. Она руководила организацией более 30 лет. Они терпеливо учат, строго воспитывают, а затем отпускают в жизнь. У меня личный принцип такой, что учитель всегда прав. А пункт второй, если учитель не прав, то смотри пункт первый. Педагоги и воспитатели во всем мире отмечают День Учителя. Павлины, цесарки и утки-мандаринки. Экзотика в Ознакаевском районе. А так для красоты, для души они. Как вырастить золотого фазана и что главное в разведении таких птиц. Здравствуйте, это новости Юго-Востока Татарстана в студии Тимур Туманов. Они учат детей не только наукам, но и воспитывают в них лучшие человеческие качества. Педагоги отмечают свой профессиональный праздник 5 октября. О том, почему становятся учителями и какими успехами учеников гордятся альметьевские преподаватели, расскажем в сюжете. А другое хорошее воспоминание с чемодана – это мое участие в конкурсе «Учитель года». Чемоданчик воспоминаний учительницы английского языка Эгуль Ахмадиева собирает вместе с учениками. В нем хранятся как достижения самого педагога, так и школьников. Одна из бывших учениц подарила свою мантию выпускника. Девочка в 10-м классе училась в Америке по программе обмена в городе Ситка, штат Аляска. Это ее настоящее, я говорю, а тебе не жалко, она говорит, я думаю, вам будет интереснее, если вашим ученикам это показывать. То есть это вот то, в чем выпускаются выпускники американской школы. Еще студентка Эгуль Ахмадиева пришла в гимназии. Уже 22 года преподает английский язык. В юношестве вопроса, на кого учиться, у нее не возникало. Еще в школе она поняла – хочет быть учителем. Сама Эгуль Ахмадиева училась на отлично, хорошо знала все школьные предметы и окончила школу с медалью. Знания в разных областях помогают ей вести уроки. То есть на уроки мы затрагиваем и географию, и историю, и математику, и искусство, и физкультуру, спорт. Все что угодно – физика, химия, просто это все на английском языке. А мне все это было интересно. И я вот сейчас понимаю, почему я действительно стала именно учителем английского языка. Эгуль Ахмадива ездила в Вашингтон, бывала в университете Пурдью, штат Индиана. С учениками они сделали проектную работу, связали подушки, как в Британии. Там их кладут на подоконники, чтобы не поддувало. И в результате работы получились четыре игрушки. Очень люблю смотреть ютуб, ютуберов. И одна из них рассказала, что в Британии, так как у них нет постоянного отопления, у них же не так холодно, как у нас, у них специально продаются такие игрушки, которые ставят на подоконник, чтобы ветер не дул из окна. И меня так заинтересовало, я предложила своим нескольким ученицам, давайте мы тоже попробуем заняться и что-то такое сделать. Айгуль Ахмадива стала победителем национального проекта образования и 5 октября поехала в Казань, чтобы получить заслуженный приз. Своих учеников она учит тому, чтобы настрой на учебу и в жизни всегда был позитивный. Когда ты понимаешь, что жизнь, она не там и не там, а вот здесь, безусловно, у тебя появляется позитив вайпс. У Олеси Некрасовой, учителя истории и общества знания в 21-й школе, подход к обучению прагматичный и справедливый. У меня личный принцип такой, что учитель всегда прав, а пункт второй, если учитель не прав, то смотри пункт первый. Ее ученица в этом году сдала ЕГЭ на 100 баллов. Изучение предмета истории и общества знания в 21-й школе профильное, поэтому никаких дополнительных занятий не нужно. Главное слушать учителя на всех уроках. Ну вот Ангелина, которая в этом году набрала у меня 100 баллов, когда она мне написала, Олеся Аркадьевна, у меня 100 баллов, я, честно говоря, плакала. Вот, и действительно искренне была рада за нее. Олеся Аркадьевна начинала работать как учитель младших классов, а затем прошла переподготовку и начала преподавать историю и общество знания. Стаж ее работы 31 год. Она прививает своим ученикам уважение к учителю, ответственность и серьезное отношение к предмету. Требую именно от них ответственности. Если даже ребенок не готов, то ты неси ответственность за то, что ты не приготовился. Там не дергай кого-то по сторонам, не списывай, а неси ответственность за то, что ты не готов. И Олеся Аркадьевну, и Айгуль Мисхатовну ученики уже поздравили. Предметов в школах много и все разные. Но любому учителю всегда важно видеть плоды своих трудов, успехи их учеников. Рената Саидгораева, Семен Егоров, Новости Юго-Востока. Героиня следующего сюжета тоже отмечает профессиональный праздник. Даже выйдя на заслуженный отдых, она продолжает преподавать, поскольку без любимой работы не представляет ни дня своей жизни. Сюжет Айгуль Габдрафиковой. Здравствуйте. Поклонившись, мы друг другу сказали. Хоть были совсем не знакомы. Здравствуйте. Что особого мы друг другу сказали? Здравствуйте, ребята. Садитесь. Так оригинально начинаются практически все уроки Риммы Бакировой. Каждый раз это новое приветствие, позаимствованное с какого-нибудь художественного произведения. Римма Бакирова – учитель русского языка и литературы. С какой профессией хочет связать свою жизнь, знала с детства. Я написала сочинение, что я буду учителем русского языка. Ну вот, видимо, свою судьбу предсказала этим сочинением. Римма Харисовна окончила Елавовский педагогический институт. По распределению попала в Бавлы. Здесь работала сначала в Ташлинской сельской школе, потом в двух городских. На заслуженный отдых вышла со школы номер пять. Ей она отдала 17 лет. Вот только сидеть сложа руки не привыкла. Поэтому как только ей предложили стать учителем в сельской школе, согласилась. Теперь каждый день учитель ездит из города в село на общественном транспорте. Признается, ей это помогает поддерживать здоровье. Ведь, как и любого другого педагога, работа у нее непочатый край. Она ведет уроки у старших классов 35 часов в неделю. Я километр прохожу до вокзала, приезжаю на конец деревни, из конца деревни сюда прохожу полтора километра, и обратно до конца деревни полтора. Это, получается, у меня борьба с огромной нагрузкой. У меня 35 часов в этом году. Это две ставки же. Я вот борюсь. Утром встаю в 4.50, обливаюсь холодной водой, прохожу вот эти свои километры. 4 километра рекомендовали врачи мне. Вот я их прохожу. Каждому ученику Римма Харисовна старается найти индивидуальный подход. Так, по словам учителя, учебный материал усваивается лучше. Мне русский язык нравится, потому что я люблю писать и отвечать. Литературу нравится, потому что я рассказываю, рассказываю хорошо. Римма Харисовна преподает очень хорошо, мне очень нравится. Она все понятно объясняет, четко. И когда мы проходим новую тему, мы эту тему сразу понимаем. Как признается герой нашего сюжета, всю жизнь ей везло на хороших людей. Вот и в этом школьном коллективе она чувствует себя комфортно. Коллеги к ней относятся с большим уважением. Очень талантливый человек. Дети ее очень любят. Уроки проходят на одном дыхании. У нее очень большой багаж знаний. Она этим багажом с любым членом коллектива делится спокойно. Как писал Лев Толстой, хорошему учителю достаточно иметь только два качества. Большие знания и большое сердце. И это действительно так. Айгуль Годрофикова, Артем Артемьев. Новости Юго-Востока. В суде рассматривают дело в отношении 61-летнего жителя Альметьевска. Он обвиняется в попытке подкупить судебного пристава. Прокуратурой Альметьевска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчина обвиняется в даче взятки. Ранее он не был судим. Как полагает следствие, в июле этого года мужчина передал взятку в размере 50 тысяч рублей сотруднику Альметьевского отделения судебных приставов за выполнение незаконных действий по исполнительному производству. Злоумышленнику не было известно, что судебный пристав действует под контролем оперативников. Вину мужчина признал частично. Его поместили под домашний арест. Уголовное дело направлено в Альметьевский городской суд. В Татарстане зарегистрировано 70 новых случаев COVID-19. Из них два завозные, 68 контактные. 21 человек госпитализирован, 49 получают лечение на дому. Ну и в Востоке республики два новых случая. В Бавлинском и Заинском районе. Большая потеря. В Альметьевске скончалась руководитель общества инвалидов Ляйля Фаязовна Гайфулина. Она была руководителем общества инвалидов больше 30 лет. Я вот сама инвалид тоже первой группы, нахожу на костылях. И поэтому, может быть, вот своим примером или как-то, да, я вот заражаю людей. Ей действительно удавалось быть примером для окружающих. Знакомые коллеги отмечали ее оптимизм и позитивный настрой. Ляйля Гайфулина занималась координацией различных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Оказывала помощь людям с ОВЗ, помогала бороться за доступную среду в городе. Невосполнимая потеря для всего, всей соцслужбы нашего города, района. Ляйля Фаязовна это было очень энергичным человеком. Знала все проблемы наших инвалидов района и города изнутри. Помогала всем. Не давала покоя ни одной службе, которая должна обеспечивать жизнедеятельность инвалидов. Она была оптимисткой, позитивным человеком. Всегда старалась помочь всем. Ляйля Фаязовна всегда все уважали, любили. Жаль, что вот она ушла из жизни. Ляйлю Гайфулину похоронили на шестом мусульманском кладбище. Ей было 60 лет. УВТ-24 есть во всех социальных сетях. Через них удобно написать нам, если вы хотите поделиться новостью, задать вопрос или рассказать о своей проблеме. А на сайте вы найдете все выпуски передачи, анонсы мероприятий и подробности происшествий. Отсканируйте QR-код, чтобы открыть сайт у себя на смартфоне. Работает также городской телефон. По нему мы принимаем звонки со всего Юго-Востока. Номер 321888, код города 8553. Мы продолжаем. И вот о чем расскажем во второй части выпуска. Павлины-цесарки и утки-мандаринки. Экзотика в Ознакаевском районе. Как вырастить золотого фазана и почему главное в птицах – это любовь. Глобальный сбой. Соцсети по всему миру вышли из строя на 7 часов. Альметьевцы ответили, насколько им важно оставаться онлайн. В Бавлах 95-летие отметила ветеран труда Ольга Горбань. Около 40 лет жизни она посвятила нефтяной промышленности. Родилась женщина в Краснодарском крае. После школы поступила в Грозненский нефтяной техникум. После его окончания ее направили в Бавлинский район, где в то время осваивались новые месторождения. С круглой даты ветерана поздравил заместитель главы Бавлинского района Ренат Хамедулин. В Ознакаевском районе жительница села Карамалы-Елга разводит редких для привычного сельского уклада птиц. Павлины, цесарки, утки-мандаринки, фазаны. В основном для души. Хозяйка самостоятельно изучает особенности ухода за каждым видом. И с удовольствием рассказала о своих питомцах нашей съемочной группе. Да, они для красоты, но в принципе они все как из царства куриных же. Но как-то мне жалко найду такую птицу. А так для красоты, для души они. На первый взгляд обычный деревенский дом. А за ним прячется самая настоящая экзотика. 16 разных видов домашних птиц. Павлины, цесарки, утки. Вот эта причудливая птица, например, называется утка-мандаринка. Она внесена в Красную книгу России. Охота на них запрещена. У каждого вида свое отдельное жилище. Здесь живут, например, золотые фазаны. У них недавно произошло грустное событие. Вот здесь вот остались только девочки. Самец у них такой желтый, лимонный, красивый, красивый, лимонный. Но он умер. Вот осталась только самка и дети остались. На следующий год приедете, покажем. Красавица у нас мальчик, самец, а девочка уж серенькая. Так распорядилась природа, что самцы фазаны яркие, а самки серые. Так устроено не только для того, чтобы самец привлекал самок, но и отвлекал внимание от них, когда те высиживают потомством. Есть в хозяйстве и охотничьи фазаны. Это фазан-охотники, да, они. Охотники обыкновенные. Румынская у нас расцветка вот эта вот. Это вот обыкновенные такие. Вот их можно на мясо. Среди клеток с яркими пернатами есть и пара белок. Мы решили не заходить в клетку к ним, ведь они могут запросто перепутать орехи с пальцем и укусить за него. В хозяйстве есть и обычные гуси. Они проводят свое время не в клетках, а недалеко от дома, на озере. Мирно плавают, пока не наступила зима и вода не превратилась в лед. Семен Угоров, Филюзаха Медулина, Новости Юго-Востока. В Лениногорске прошла ежегодная осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Такие продажи – это возможность купить продукты в одном месте и по более низкой цене. Лениногорцы активно закупали овощи, мясо, мед, яйца и молочную кулинарную продукцию. Сельскохозяйственная ярмарка – это возможность купить продукты в одном месте и по более низкой цене. Лениногорцы активно закупали овощи, мясо, мед, яйца, молочную и кулинарную продукцию. Мясо взяла немножко, свеклу, морковь, лук, яйца. Все пригодится, в одном месте удобно, что не надо куда-то бежать в разные магазины. Яйца купила, чуть-чуть дышевле, немножко дышевле. На ярмарку приехали как сельскохозяйственные предприятия района, так и частные подворья и крестьянско-фермерские хозяйства. Николай Мартышкин много лет вместе со своим отцом и братьями занимается пчеловодством. В деревне у них своя пасека. На ежегодной ярмарке его ждут постоянные покупатели. В прошлом году в Лениногорске мы очень с многими людьми познакомились именно на ярмарке. И в течение года, то есть зимой, люди звонят, говорят, вот мы у вас на ярмарке покупали мед, не могли бы, ну мы как-то с вами встретиться и еще хотим вас купить. Вот, то есть это благодаря тому, что мы на ярмарке познакомились с людьми. Всего на ярмарке было реализовано 2 тонны говяжьего мяса, 500 килограмм свинины, 35 тонн зерновых, 10 тонн картофеля и 20 тонн лука. По многочисленным просьбам лениногорцев ярмарка повторится и на этой неделе. О времени и дате проведения сообщим в следующей программе. Эльмира Гореева, Николай Орехов, Новости Юго-Востока. Вечером 4 октября около 6 вечера случился глобальный сбой. Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру. Пользователи не могли отправлять сообщения, просматривать видео и фото. Доступ был прекращен. Оказалось, что технические неполадки были связаны с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов. Об этом сообщила компания Facebook. Приложения компании вышли из строя на 7 часов. Этот сбой стал крупнейшим за всю историю компании. Мы спросили у альметьевцев, заметили ли они сбой и насколько для них важно постоянно оставаться онлайн. Я прочитала в соцсетях, как раз в Телеграме написано было, что все приложения от Facebook не работают. Не беспокоило то, что мы сделали все домашние задания к этому времени. А если бы так, вот учительница что-нибудь написала по WhatsApp, скорее всего мы не узнали бы насчет этого до утра. Нет, абсолютно. Главное, чтобы связь сработала, а интернет нет. Ты в Instagram заметила и все, а WhatsApp и Instagram. Я еще WhatsApp даже перестановить хотела, думала, что в телефоне проблема. В Instagram переписываюсь с друзьями, в WhatsApp по работе. А сильно вообще заметно отсутствие соцсетей? Сильно. Так как я в Instagram и WhatsApp очень часто сижу, мне их как бы стало не хватать. В Лениногорске состоялось открытое первенство республики по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью. Соревнования приурочили году родных языков и народного единства. Сюжет Эльмиры Гореевой. Шестилетняя Валерия Бережнева пришла поболеть вместе с папой за свою старшую сестру, но уже может похвастать и своими достижениями. Ее десятилетняя сестра Елизавета в спорте по прыжкам на лыжах уже три года. Семья внимательно следила за прыжками старшей дочери. Я лично хочу поехать в какой-нибудь крупный город или в другую страну на чемпионат какой-нибудь. А чтобы для чего? Ну, чтобы получить там медаль или кубок или хотя бы просто чтобы соревноваться с очень сильными игроками. Поначалу, да, было страшновато, особенно первые разы, когда дети прыгают. Было не по себе немножко. Потом уже это все прошло, мы видим, у нас профессиональный тренерский состав. Как бы нас подготовили, что ничего страшного и уже как бы опасения все прошли. Около ста летающих лыжников из городов Казань, Альметьевск, Лениногорск, Уфа соревновались за право стать первыми в республике Татарстан. Честь Лениногорска отстаивали 57 спортсменов. Все стараются, вот стараются. Посмотрим, будем надеяться на хорошие результаты наших спортсменов и спортсменов. По итогам соревнований в копилке лейногорских спортсменов в своих возрастных категориях шесть медалей. Четыре золотых и две серебряных. Летний сезон закрыт. Следующие соревнования состоятся в январе 2022 года. Эльмира Гореева, Николай Орехов, Новости Юго-Востока. Молодежная хоккейная команда «Спутник» провела вторую встречу с «Лока-76» из Ярославля. После уверенной победы «Спутника» эта игра складывалась по иному сценарию. За первый период произошло лишь два события – удаление форварда альметьевской команды и отмененный гол хозяев. Второй период завершился со счетом 1-1. Третий период, как и первый, прошел без заброшенных шайб. В овертайме все решил бросок ярославца Алексея Кожевникова. 2-1. «Лока-76» взял реванш. «Спутник», набрав в поездке 5 очков, завершил выезд и отправился домой. Следующие игры «Молодежка» проведет на льду юбилейного 13 и 14 октября. Эту и все другие наши передачи вы можете найти на сайте. Написать нам можно и в соцсетях, и по мессенджеру WhatsApp. Номер у вас на экране. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя, будьте здоровы.